Дмитрий, а на ваш взгляд, вот с чем причиной? Я хотел с коллегой радикально поспорить, не знаю, ваша передача принята или нет. Во-первых, я здесь ни одного из тех, кого показали, ни одного либерала не видел. Что, Усманов либерал, что ли? Или, так скажем, там Тимченко либерал какой-нибудь? Я что, псевдолиберальная политика? Ну, какая-то псевдолиберала, они абсолютно не либералы. Это крупные акулы, капиталисты, которых нет вообще никакой идеологии, кроме денег. Все, точка. Любой крупный капитал, он антинационален и наднационален. Это два, потому что у нас глобальная экономика, и, соответственно, все вот эти вот упыри, которые, прошу прощения, там, мое оценочное суждение, которые там у вас в первом списке, они были, они получили свое состояние только из-за того, что они были в определенный момент возле власти, возле тех людей, которые принимали экономические решения. Это факт. Естественно, они понимают, что их вот эта собственность, она по большому счету незаконна, она может и неприступна. То есть, офшоры и второй паспорт – это степень защиты? Конечно, абсолютно. Зная, что актив получен, мягко говоря, не защита. Так Евгений на самом деле так же считает. Нет, но он считает то, что это там, что надо у нас, как бы сказать, что у нас экономика такая, что надо что-то там либерализовать для того, чтобы здесь было выгодно. Для них никогда здесь не будет выгодно. У нас есть класс экономический, который при любой экономике, хоть сейчас самые хорошие здесь условия сделают, они все равно будут владеть. Это мародеры, это те люди, которые воспринимают Россию не как свою страну. Они видят свое будущее не в нашей стране, они видят свое будущее и своих детей там. Исходя из этого, они, извиняюсь, как поляну здесь видят, чтобы здесь можно было по-быстрому накосить, как бы сказать, и куда с вами. То есть, конечно, есть люди хорошие или плохие? Нужно, чтобы наши страны населяли хорошие люди, а плохие нужно либо уничтожить, либо выгнать. Правильно? Нет, что значит, кто такой плохой, а кто хороший? Я говорю о том, что у нас должны быть все равны перед законом. Соответственно, у нас не можем... Я думаю, что за этим столом все с вами согласны. Нет, ну просто у нас, знаете, есть люди равнее, в известном, как сказать, произведении, а есть люди равные, а есть кто-то животное поравнее. Ну да. И мы посмотрите, у нас... Скотный двор, Джордж Фроройл, да. Да, то же самое, да. И вы посмотрите, у нас первый пласт вот этих вот так называемых 90-х олигархов, которые такие же были успешные, менеджеры, тоже говорили что-то об экономике. Как здесь конъюнктура изменилась, они все свалили, и там они средние бизнесмены, мягко выражаясь. Но Греф говорит, что олигархов больше нет в России. Ну, Греф, он, может, все угодно говорить, он еще не то говорил, извините. Вы помните, когда он говорил, что... Ну, на мой взгляд, он просто стал одним из олигархов. Да, да. Он один из олигархов. Он и не видит других. И олигархи – это люди, не обязательно собственники. Он может просто контролировать крупнейшее состояние и контролировать как частный собственник. Либо даже, пусть он, государственный менеджер. Но он реально влияет. Мы можем, крупнейшие наши корпорации, они реально влияют на руководителей. Даже если они не являются их собственниками, они реально влияют на политику, на принятие обращающих решений. Я думаю даже, что в отдельных случаях, Евгений, их аффилированность государством значительно выше влияния, нежели отдельных чиновников. Спасибо. Спасибо.